Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. По инициативе главы Республики Асен Сергеевича Николаева продолжается системная работа по оказанию практической помощи в семьям военнослужащих и членов их семьи. На настоящий момент мы работаем в двух направлениях по медицинской и психологической помощи. Так, на этой неделе в Нюрбинском Лусе был открыт соответствующие филиалы в новом помещении Центра психологической поддержки молодёжи, где уже данная помощь будет доступна в том числе и для лиц, проживающих в Намском районе. Необходимо обратить внимание, что практическая помощь оказывается в военных госпиталях в южных областях Дальнего Востока Российской Федерации, Санкт-Петербурга и из Москвы. С ноября прошлого года всего направлено 6 бригад врачей и волонтёров. В состав бригады входят как опытные врачи, так и средний медицинский персонал. В конце февраля 2023 года вернулись очередные бригады врачей, волонтёров из Ростова и Хабаровска. Сделаны соответствующие выводы по их работе и определена маршрутизация. В настоящий момент одна бригада у нас работает в городах Дальнего Востока и готовится бригада для работы в западных регионах. В учреждениях Министерства здравоохранения и Минтруда Республики в общей сложности продолжается медицинская реабилитация. При реабилитацию прошли 141 участник специальной военной операции и 96 членов их семьи. Помощью психологов уже на настоящий момент с начала года охвачено порядка 5000 человек. На настоящий момент для тех, кто вновь принимает решение связать свою судьбу непосредственно с выполнением военного долга в Республике Сахай-Акуте мы будем продолжать выплачивать единовременную материальную выплату в размере 200 тысяч семьям участников специальной военной операции.